Здравствуйте, дорогие друзья. Тиферет в Тиферете. Особый день. Тиферет, гармония, казалось бы, что лучше. Но Тиферет в Тиферете это еще лучше. Потому что этот день дает силы, чтобы гармония, иногда бывает так, что она тоже становится тормозом. Чтобы она, гармония в гармонии, чтобы вела нас еще в более высоких целях. Чтобы мы не останавливались в жизни. Вот примерно так. Недельная глава Акдашим говорит нам об умении видеть чудо. Люди покинули пустыню, где они жили, у них не было пищи, падало с неба. Понятно, что хлеб Бог дает. Все так замечательно. И вот они пришли, и вдруг выпала какая-то мана с неба. Изумление, фурор, люди в шоке. Что это такое? Им говорят, что вот такой ман. Они первый день, второй, третий день, потом привыкли. Потом это стало рутиной. А потом появилось поколение, которое вообще не знало, что бывает другой хлеб. И вот собирают их Моше и говорят, теперь вы подходите к земле Израиля, надо зерно в землю положить. Они говорят, так оно же пропадет. Он говорит, да, надо печь его. Ну, сила поколения в том, что они послушались Моше. И вот появился хлеб, который мы едим по сегодняшний день. Первый час это было вообще что-то такое. Потом второй день такая шок. А потом рутина, и теперь что такое? Ну, хлеб, ну, происходит. Сегодня наоборот. Если бы она упала, вот это было чудо. Поэтому надо видеть мир таким, что везде все, что происходит. Надо дать чувство радости от осознания того, что Бог ежедневно творит чудеса. Просто мы разучились их видеть. Все, знаете, мир построен на справедливости, на серьезной, уникальной справедливости. И давайте я вам расскажу одну такую, знаете, историю. Однажды такой был раввин Берл Вайн. Он оказался в синагоге рядом с человеком, такой светловолосый человек, сидит, трое детей возле него. И он выяснилось, что он из Германии. И он рассказал ему там, сошлись они как-то, что его офицер, что его отец был офицером элитного эсэсовского подразделения. Что отец его никогда не рассказывал о войне и о всем, что он там творил. Пока его не нашли, он был осужден на длительное тюремное заключение. Сын был поражен, и вследствие такого открытия стал интересоваться, что это было, иудаизмом. Дошло до того, что он эмигрировал в Израиль, делал геюр и стал евреем. И вот он живет в Израиле, и только ему непонятно одно. Как такое может быть? У него трое детей замечательных. Он не понимает, как такой отец, как он удостоился того, что если говорить честно, что его сын стал таким духовным человеком. И когда отца выпустили из тюрьмы, он поехал к нему, поставил перед ним этот вопрос. Отец уже пожилой, он говорит, ты знаешь, я не знаю. Он говорит, но мы, я исповедую религию иудаизма. Я верю, что у каждого доброго действия есть какие-то последствия, прямые, косвенные. Поэтому подумай. Отец подумал, и Петру говорит, слушай, я вспомнил одно событие. Да, я был эсэсовцем, да, я был страшным человеком. Но я тебе расскажу одну историю. Когда мы собирали евреев во Франкфурте для ликвидации, начали вывозить их, я обнаружил трех маленьких детей, спрятавшихся в католическом монастыре. Я взял их, хотел погрузить машины, которые везли всех остальных в лагерь смерти. Но эти дети трое вот так начали плакать. Что-то такое невероятное. Смотрел на них и чувствовал, что не могу устоять перед их слезами. Я их пощадил, они остались в приюте для сирот, под видом католиков. А я при первой возможности дал им еще и справки, и они уехали из Германии. Так своими руками я спас трех своих детей. Может, это и есть ответ на твой вопрос? Сын его долго молчал, потом посмотрел на своих троих детей и сказал, «Знаешь, папа, жалко, что ты не спас четверых детей. Тогда, может быть, у тебя было бы четверо внуков». Вы понимаете, о чем здесь рассказ? Нет ни одного доброго дела, которое вы сделаете в мире, и которое останется бесцельно каким-то бесполезным для вас. Не так это. Не бойтесь. Ни одного Бог не бывает в долгу. Обязательно все возвращается людям. Просто кому-то в этой жизни, кому-то в следующей. Кто-то это видит, кто-то не видит. Но факт остается фактом. Не бывает бесполезного добра. Не бывает бесполезно сделанного хорошего дела. Ничего этого не бывает. Бог долгу не бывает. Браха и от слаха. Это тема нашей недели.